Добрый день уважаемые любители шахмат игра на шахматной планете против пользователя под ником Герман Кочетков. Ну в этот раз попытаюсь разогреть новоиндийскую защиту со слона 6 b3, слон b4 это всем известная теория. Дальше c6, d5 следует. Ну почти как закрытый каталон. Они очень похожи эти два дебюта ферд c2 ну вроде куни e5 основного продолжения на самом деле сейчас очень похоже на закрытый каталон. Обычно в закрытом каталоне коня отгоняют, вернее слона отгоняют с поля f4 ну да, практически закрытый каталон получился cd2 просто вводится 8 c5, идея основная слон неудачный на e3 стоит, он решил его выменять может слону надо было ударить хоть я сейчас подумал так вот а тем ли я ударю? но все равно вроде это нормальная позиция до закрытого каталона хотя c5 у нее возможность появилась да, это неприятно может мне к нему на d7 надо было отступить но все равно как-то ну, не знаю неприятная позиция получилась где-то не точно сыграл теперь я с плохим слоном остаюсь но с другой стороны он выменил своего чернопольного слона так на пешку c6 он напал мне придется, конечно, на c7 поставить все равно поэтому приходится слоном отступить ага ну, пространства у него конечно много но я выхожу вот если b4 он походит что мне делать я вводя b1 не, он так не ходит ну, что ж тогда легче мои задачи сейчас размин, конечно у меня плохой слон но у меня два слона во-первых во-вторых f6 где-то подрыв может быть проведен куда он? d4 или на a5 идет к нему не совсем ясно вводя a6 что-то непонятный ход можно подорвать, конечно но я хочу a6 поставить защитив пешку b5 таким образом a4 ну, ладно поменяюсь на a4 пешку b4 теперь буду окучивать он ее защитил так как он мог ходить а что я не походил слоном да, с лон c4 мог походить просто вместо слона d8 глупый ход сделал по-моему пешку бы выиграл хотя конь d2 там было размерен c4 удар на a6 ладно что сделано то сделано пешку почему-то не хочет брать хотя это опасно выглядел поскольку слон d8 мог проиграться в итоге очень интересное решение чем решил пешку не выиграть но так намного проще защищаться таком окончании владейном хотя тут тоже свои тонкости могут быть интересно вообще есть люди которые обожают владейное окончание кроме конечно рубинштейна который был большим мастером игры в этом виде нжпля если я возьму на e5 то конечно все хорошо будет сейчас конечно непонятно он пешку зачем-то c6 отдал вот если бы он водя c8 потом c7 выходил бы королем к моим пешкам шел бы неясно эту позицию оценить но сейчас явная ничья тут проиграть или выиграть эту позицию очень сложно ну ладно в общем пока такая неинтересная позиция ничпильного типа говорю сразу что это видео с блицем будет последнее через следующее выйдет аж в июне сколько у меня через две недели турнир по классическим шахматам с нормой международного мастера я знаю что после того как я поиграю в блиц не могу в классику вообще нормально играть поэтому я сделал паузу некоторую наигру в блиц ну и так это очень странно как-то походил он подставился по-моему да он просто водеев 4 зевнул боже мой как можно было проиграть эту позицию но моему сопернику мастеру удалось это сделать хотя как говорил один знакомый все на походу все еще одна партия так вот как говорил мой знакомый мастер что выиграть и проиграть можно абсолютно любую позицию новая партия у соперника довольно нормальный рейтинг а что это такое вообще я первый раз если честно такое вижу может с 3 не надо было ходить может с 3 надо было пойти удивительная вещь что только не узнаешь какие только дебют ты не увидишь вполне это хороший дебют походу я попал на домашнюю подготовку но я не могу сказать что черные добились решающего перевеса но приходится наверное ферд б4 ходить потому что если ферд c4 то коня в 6 или а6 что более неприятное когда коня мое одевать ну и тут коня в 6 и д5 последует да мне очень приятно это тем более так быстро разыграно может соперник это не впервые видит не но если играешь такой ход как ферд b6 кто это вообще такой нет о нем информацию вроде не читер значит очень странно я думаю он на f1 ударит у меня какие-то дополнительные возможности связанные с d5 или b5 появились очень очень странно он только что сыграл если честно мог просто на f1 ударить и позицию катать но нет нужно что-то такое водя совсем есть но не хочется так ходить пешка у него на d4 теперь скорее слабость чем сила слон e6 но хочет тарить на e6 пешкой однозначно но все равно пешка на d4 скорее слабость более по линии c зашел но думаю тут какой-то плюс равно есть неожиданно конечно как он мог слона на f1 не побить здесь я конечно блокирую эту пешку ферзя в фланге пешки стоят хорошо друг друга защищают b6 а пешку a7 чем держать теперь странное решение если честно пешку d4 тоже непонятно как держать а вот опять ну это решает проблему конечно защитой пешки а ну это проигрывает пешку такое дело что не так просто наверное это реализовать возможно он был королем на c3 да наверняка он был королем на c3 походить это забыл что у меня такая возможность есть решил к флангу своему более сочному просто теперь на b5 в воде d5 последует как добиться прогресса можно конечно водю поставить на b7 ну я разбил его структуру конечно непонятно ну может у меня большой перевес кстати уже сколько можно и создать проходную пешку хотя все таки с пешкой b что-то решить у меня еще чуть побольше времени но тут еще конечно можно долго играть что-то можно все таки же 4 толкнуть так ну как-то надо к он все таки попался пешка e6 конечно он пешку b3 забирает но сейчас это уже очень близко к победе по-моему конечно могу пешку h5 забрать но это все непросто конечно пешку уже не надо отдавать вот сейчас конечно сложное решение было принять отдавать пешку или нет очень похоже что близок к победе но еще раз говорю что идейное окончание очень странная вещь на пешку он напал но я вторую веду он на нее напал ага король f4 e3 неожиданно я могу отдать пешку b и пытаться а ну да что я не досчитал к сожалению он король b7 ходит или король a7 это нища да я выпустил его к сожалению предложу сейчас ничу печально не умею играть в одеянике не умею не умею а не умею дой